Доброго здоровья! От имени и по поручению Казацкой общины Донецкой Народной Республики попрощаюсь ко всем гражданам, жителям, представителям великого государства, цивилизации, Руси Матушки, с поздравлениями Покрова Пресвятой Богородицы. От всей души желаю вам быть достойными памяти ваших великих, наших общих великих предков, в свое время доказавших своей доблестью, честью, своими подвигами способность противостоять вселенскому злу. Сейчас многие представители наших родов, забывшие о своей корне, отмечают совершенно другие праздники. Но народ, которому подменили историю и понимание своей истинной причастности принадлежности к великим родам русов, этого вы не скажешь, да и не поймут, они не услышат. Как сказал один мудрый человек, бессмысленно будить спящих, выспаться, сами проснуться. Я думаю, эти времена уже не за горами. В этом наше предназначение, наша миссия, наш долг. Одно могу сказать. Спасибо Богу за все. Мы победим. Победа будет за нами. Люба, братцы. Люба! 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пока мама занимается работой, я тут решил порезать себе фруктовый салатик. Сейчас буду пробовать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А вот и сам салат. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот там переходцам из польской семьи, да, полякам Ссылки на коленке просто Он был в ссылке в Архангельской области Он там на коленке написал Пару стров оттуда взяли А потом на всяких вот этих сборах Там украинофилов и всяких прочих Человек написал музыку А еще до 2003 года у гимна Украины слов-то не было Была только музыка. Вот это вот. И, боже, ну так смешно. Вот учите гимн или готовьте мешки. Православному человеку писать. Готовьте мешки себе. Вы думаете, что православный человек боится смерти? Ну, это вообще настолько глупо. В украинском есть очень такое меткое слово. Вот это вот оно и есть. Как говорится, не смешите, товарищи, мои носки. Ибо они сдохнут от смеха. Это просто... Это ж надо такое вот придумать. Смешно. Прости, господи, ну смешно просто. А так, по ситуации что? Прохладно у нас, отопление еще не включали. Воды вчера не было. Сегодня, слава богу, идет. Я думаю, что и завтра вода будет. Они как-то пытаются, чтобы в воскресенье вода была. Вертолеты, самолеты сегодня летали там целый день над нами. А еще в Кировский, Киевский под обстрелом сегодня женщину ранила. Короче, не очень весело нашим районам, которые 3К. Кировский, Куйбышевский, Киевский. Там вот постоянно. А так, движение, судя по тому, что я вижу и слышу, вот на Авдейском фронте идет. Вроде бы как террикон сейчас серая зона. Для тех, кто не знает, террикон это отвал горной породы шахтной. Да, вот когда уголь достают, горная порода остается. Вот, сейчас вроде говорят, что вот этот террикон, за который много боролись, вот теперь серая зона. Ну, это же такая высота. Все ждут, пока вот из аптеки и окрестности перестанут стрелять, потому что это вот самое такое место, откуда больше всего стреляли. И, наверное, самое страшное, что больше всего детей погибло именно за обстрелы из Авдеевки и окрестностей. Вот, как есть. Пока так. Работаем. Завтра у Алекса. Занятие по скрипке. Надо готовиться. Ты учишь? Ты учишь? Врешь? Нет. Точно. Точно, точно, точно. А еще очень хочу обратить ваше внимание. Всегда фильтруйте информацию, которая поступает. Вот, ну, вчера там баталии просто разыгрывались под новостями о том, что в Красноярске умерла двухлетняя девочка. Причем, что там пишут, девочка умерла от коронавируса. У нее была анемия, и ей припишется хроническое расстройство пищевого поведения. Причем, что ребенок не наблюдался у врачей, но откуда-то взялось хроническое. То есть, вы понимаете, да, для того, чтобы поставить такой диагноз, это нужно долгое время наблюдаться у врача. Анемия. Могу сказать, что у любого и ребенка, у взрослого организм, который столкнулся с ОРВИ, с любым вирусом вообще, у него будет анемия. В любом случае будет анемия. Это можете просто проверить сами. Заболели? Попробуйте сдать кровь. Анемия будет. Да. И чего? Анемия – это же еще тоже такой диагноз сложный. То есть, бывает же, да, вот сразу из пальчика кровь сдали, там гемоглобина не хватает, все анемия. Но это не всегда так. Анемия – это бывает намного больше и глубже. Для этого нужно делать другие анализы и наблюдать. Тоже анемия – это бывает и какие-то оброжденные особенности, из-за которых там не вырабатывается. То есть, тоже, как бы, палка в двух концах. Ребенок умер от коронавируса. Уже сколько людей, да, вот, там, красной зоны, все, люди умирали от коронавируса. Причем некоторые здоровые абсолютно, просто абсолютно здоровые взрослые люди. Я знаю, вот, таких людей, они буквально там сгорали за неделю просто, хоба, и нет человека. А тут ребенок пишет, что за два дня там умер. Заболел – умер. Ну, как бы, тоже неизвестно, сколько ребенок болел, потому что к врачу не обращались. И при всем при этом родители обвинили в том, что ребенок неправильно питался. И тоже, что пишут. Родители занимались серодавленными маслами, и там пишут в кавычках, что, типа, вот эти серодавленные масла, типа, сохраняют, в кавычках сохраняют все свои питательные, там, ну, свойства, там, витамины, минералы. Ну, вообще-то это правда, серодавленные масла, действительно, они намного лучше, чем рафинированные, дезодорированные, вымороженные. И они действительно сохраняют питательные вещества намного лучше. Потому что, если их еще правильно хранить, то вообще максимальную пользу можно получить. То есть, да, вот куча информации, ну, вот под ней вот такой вот пласт просто, айсберги. Читайте внимательно, анализируйте все, что поступает к вам, все, абсолютно все. Как я говорю, проверяйте даже то, что я говорю. И будьте здоровы. Спасибо за пожелания. Я уже более-менее восстанавливаюсь. Конечно, еще туда-сюда. Я стараюсь держаться. Как раз. Як-! Продолжение следует...